здравствуйте ребята сегодня у нас урок изобразительного искусства и тема это урока наброски и зарисовки фигуры человека не пугайтесь это действительно сложная тема но она очень важная и необходимая если подумать и посмотреть на тот мир который нас окружают в этом мире очень много интересного растения животные и всегда эти объекты привлекали внимание художника но самый сложный это человек если мы посмотрим внимательно на людей которые нас окружают мы увидим что они все очень-очень разные худые толстенькие маленькие большие старые молодые художники в течение всей своей жизни внимательно следят за тем что их окружает за природой за людьми и они следят не просто так они следят с карандашом в руках они как бы думают рисуя и вот у них есть какие-то блокнотики и вы наверное иногда видели когда художники где-то сядет в сторонку возьмет блокнотик и начинает что-то рисовать они зарисовывают они зарисовывают интересные характеры интересных людей интересные композиции у художника всегда есть потребность рисовать потому что ну так уж получается он думает при помощи карандаша увидел какой-то интересный образ и рука тянется карандашу хочется и зарисовать и этот материал не просто так для упражнений хотя набросок и зарисовка это очень хорошая школа потому что в этот момент художник концентрирует свое внимание все силы потому что объект который нарисует он не будет долго позировать на раз и ушел надо его запомнить надо его проанализировать и нарисовать но и это еще сбор материала для будущих композиций набросок это в общем-то основа изобразительного искусства это умение думать и мыслить на бумаге любое художественное произведение начинается с того что художник берет карандаш и делает набросок и вот мы сегодня с вами тоже попробуем поделать наброски попробуем поделать зарисовки и кажется что это очень сложно на самом деле это всегда очень весело первое что надо знать это какими материалами можно выполнять наброски материалы бывает разных множество и настолько интересно их рассматривать иногда бывает но мы иногда останавливаемся на простом карандаше заточенную точилкой не совсем удачный материал почему потому что возможности у этого карандаша гораздо меньше чем у допустим карандашика который заточен специальным ножом посмотрите разницу видите если вам сейчас проведу допустим линию вот этим карандашиком и этим то вы почувствуете что вот вот я видите уже карандаш цепляет за бумагой и не получается у меня линия а здесь вот я могу и плоскостью работать видите сколько возможности сразу поэтому к этому надо отнестись серьезно нужны мягкие карандаши может быть какие-то еще мягкие материалы такой древесный уголь или допустим сангина она может и такие винии проводить потому что это практически язык рисунка это возможности делать яркие характерные оброски очень много людей занимаются искусством разными видами искусства изобразительным искусством музыкой но есть что-то похожее знаете что это труд это практика ничего просто так не дается только потраченное время на работу на достижение результата наверное если я вам скажу что вот просто взять инструмент музыкальный вот сегодня я его купил а завтра я начал исполнять сложные произведения музыкальные вы мне не поверите скажет это неправда также с художником для того чтобы научиться рисовать и нужно упражняться и так друзья мои гаммы для художников у вас должен быть вертикальный лист если у вас дома нет мольберта можно прикрепить все на дверь только дверь постарайтесь не испачкать карандаш держим вот так на вытянутую руку и сначала мы попробуем с вами нарисовать прямоугольничек линейки мы не используем потому что если мы будем с вами использовать линейки то мы без них вообще никогда ничего не сможем сделать циркули это другая тема получилось неровно ничего страшного попробуйте еще раз потом этот прямоугольничек мы разделим пополам тоже на глаз и еще раз пополам и чуть чуть не попали еще раз пополам еще раз пополам то есть мы с вами здесь развиваем еще глазомер дальше еще раз пополам то есть подготовительную работу сколько у нас частей получились раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь вот теперь попробуем здесь вот сделать вот такие вот кружки вот такая у нас гусеница получилась вот и попробуем теперь вот такое движение и будем его повторять в этом направлении направлении теперь дальше вот такая восьмерка вы наверное на роликах когда-нибудь катались видели видите все похоже на роликах на скейт скейтах вот они так упражняются вы почувствуете как потихонечку вас начнется вставать рука потом можно это упражнение усложнить вот такие движения потом сюда а можете сами придумать разные движения представьте себе что вы катаетесь на роликах площадке да и двигаетесь по упражнялись немножко попробовали что такое карандаш и как он прикасается к бумаге почувствовали свою руку видите оказывается что изобразительное искусство это еще тяжелый физический труд и помимо физической нагрузки еще и есть интеллектуальная нагрузка вот художник берет блокнот ходит ищет специально образы для своей будущей композиции например ему нужно передать какое-то движение допустим он делает наброски специально движение несколько линий буквально но мы движение понимаем или ему интересны характеры мы смотрим один человек какой-то шляпе там с бородой какие-то характерные особенности характер это то что отличает человека одного от другого и вот этот характерные черты художник утрируют и зарисовывает но конечно же для того чтобы рисовать фигуру человека надо знать некоторые тонкости и хитрости их очень много пластическая анатомия что это такое это строение человека это скелет это мышцы которые влияют на его форму помимо всего прочего художники изучают а как будет выглядеть человек если он будет двигаться и художники изучают строение человека не только книжку прочитал посмотрел опять же все через руку еще одна главная вещь которые должны знать художники это пропорции что такое пропорции соотношение частей тела вот представьте мы начинаем рисовать фигуру человека нас увлекла голова она такая интересная там есть и глаза и нос мы начинаем рисовать голову нарисовали голову а все остальное не хватило места и у нас получилась большая голова и маленькие ножки смешно поэтому надо знать некоторые тонкости и хитрости о которых я вам сейчас расскажу и так вот у нас с вами лист здесь нам захотелось нарисовать фигуру человека мы увидели фигуру человека она нас заинтересовалась что я должен сделать первое поставить маячки что такое маяки знаете за них не заплывать вверху раз маячок и здесь у нас будет верхняя часть фигуры это макушка а здесь стопы попросим кого-то попозировать нам дальше мы проводим вертикаль осилую линию вертикальную линию которая нам поможет правильно показать пропорции фигуры разделим эту вертикаль пополам на две части это середина фигуры и разделим еще раз пополам чтобы у нас было восемь частей восемь частей это классические пропорциональные отношения фигуры взрослого человека одна часть это голова размер головы фигуры человека вот восемь голов должно укладываться фигуре чуть-чуть немножко отступя у нас здесь будет шея одна треть у нас появляется плечевой пояс это середина фигуры что это такое это у нас тазобедренные суставы откуда начинаются нижние конечности вот они где-то посередине здесь у нас два колена есть два плеча вот основные пропорциональные отношения которые мы с вами должны понять и запомнить надо посмотреть внимательно на что что у нас есть еще такие точки как суставы это плечевые локтевые коленные и голеностопные дальше мы смотрим внимательно после того как мы разобрались про пропорции наметили их основные мы изучаем натуру и смотрим характер этой натуры какая натура насколько она вот полная или худая там интересно и так далее и дальше мы уже смотрим этот характер в верхней части это туловище у нас да нижняя часть это у нас нижние конечности то есть мы можем основные моменты наметить вот какие-то и голова шеи то есть у нас есть две как бы части нижняя часть нижние конечности верхняя часть туловище и верхней конечности которые где-то вот до середины бердера у нас самое главное здесь в этой работе это количество потраченного времени вы берете большой стоп-бумаг и начинаете рисовать 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 я не прорисовываю каких-то деталей вот я просто сейчас просто вот какую-то конструкцию не забывайте что фигуре человека нет параллельных линий то есть иногда бывает раз рисует вот такие до ножки в руки по контуру везде только пластика линия сужается расширяется и для того чтобы фигура стояла устойчиво вот здесь посмотрите здесь такая еремная ямка называется да мы проведем вертикально до переходить на середину стопы и опорной ноги тогда фигура будет стоять не падать самое главное друзья мои это не бояться неудач вот я сейчас рисую мне очень сложно вот и для того чтобы разрисоваться нужно много времени мы потихонечку рисуем рисуем вот приходим мы после какого-то перерыва начинаем рисовать у нас сначала ничего не получается и если кто сломался бросил значит у него так ничего не получится а если кто из рисовал стопку бумаги у него обязательно последний набросок будет очень очень хороший сотый наброс а теперь попробуем порисовать фигуру в другом положении когда фигура сидит и там здесь вот здесь появляются еще какие-то точки которые надо обязательно отметить так здесь мы смотрим и обязательно сравниваем стопа 1 на каком уровне 2 стопа то есть у нас ведь сравнение локоть 1 2 локоть колено также смотрим пластику вот и опору покажем с вами стула также мы используем пятно работе иногда художнику приходится делать набросок буквально за несколько секунд потому что модель уходит или же она меняет свое положение и важно запомнить и запечатлеть самые основные движения самую основную пластику и так дорогие друзья сегодня мы с вами попробовали делать наброски узнали какие-то маленькие хиткости но я думаю вы все прекрасно понимаете что за один урок научиться делать наброски или рисовать невозможно для того чтобы научиться рисовать муж нужно много и много упражняться но мы узнали с вами путь по которому нужно двигаться для того чтобы добиться каких-то существенных результатов как можно больше практикуйтесь только практика может вам помочь овладеть каким-либо делом я вам желаю удачи успехов и пусть то что вы будете делать всегда будет приносить вам радость и удовлетворение всего доброго